Всем привет! Меня беспокоит, что у нас принято считать, что заказчики выбирают фрилансеров, что фрилансеры могут подвести, выполнить некачественную работу, и надо остерегаться разных мошенников. Но для фрилансеров тоже есть риск работы с не совсем добросовестным заказчиком. Развод на деньги или очень сложный стрессовый рабочий процесс, когда нет ответов на вопросы, когда заказчик не отвечает, пропадает, а затем, возможно, оставляет негативный отзыв, который влияет на репутацию фрилансера. Поэтому фрилансерам также очень важно уметь выбирать заказчиков для сотрудничества. И я призываю вас, не ведитесь на любой проект и любого заказчика. Умейте выбирать. И как это делать, мы поговорим в этом видео. Ясное дело, когда вы только начинаете, любой заказ, любой проект важен и вы. Хватаетесь за соломинку, я вас прекрасно понимаю, и в принципе эта стратегия себя оправдывает, потому что вам важно получить первые заказы и первые отзывы. Но когда у вас уже есть какая-то база минимальная, уже можно быть переборчивыми. И о том, кстати, как эту минимальную базу, как получать первые заказы, как получать первый заработок, я рассказываю с опыта, разжевываю в своем авторском курсе «Успешный фриланс». Набор начинается, ссылка в описании, переходите и успейте в группу, чтобы начинать зарабатывать на фрилансе, а не просто меня вот здесь слушать. Если мы говорим о сотрудничестве с заказчиком, есть разные красные флажки на разных этапах. Первый этап – это когда вы только видите проект, только видите профиль заказчика. Если вы работаете через биржи, у заказчика тоже есть свой профиль, тоже у этого профиля есть репутация и отзывы. Желательно работать с теми заказчиками, которые уже провели и оплатили проекты на бирже фриланса. Это показывается в профиле заказчика. Почему это важно? Есть люди, я их заказчиками не могу назвать, которые приходят на платформы биржи фриланса, публикуют проекты, что называется, шопятся, присматриваются, но ничего не покупают. А просто смотрят на фрилансеров, на цены, просят выполнить, возможно, какие-то тестовые задания, но при этом не оплачивают, не проводят оплату через биржу. И это риск. Я не говорю, что такие люди, которые не имеют ни одного проекта, выполненного на биржах, сразу какие-то мошенники, возможно, это реальные заказчики, но вам лучше себя застраховать, вам лучше убедиться, что этот заказчик оплатит работу через проект, что сделка будет безопасной, что вас не разведут на деньги, особенно если вы только начинаете работать с этим человеком, если вы его еще не знаете. Поэтому не ленитесь, читайте не только описание проекта и убедитесь, что описание проекта подходит к вашей квалификации, но и прочтите, посмотрите профиль заказчика, когда он зарегистрировался, сколько он на бирже, провел ли он какой-то оплачиваемый проект. Вся эта информация показывается. Это первый шаг. Следующий шаг, он больше применим к зарубежным биржам фриланса. Уж не знаю почему, российские и украинские биржи не особо беспокоятся о заказчиках, в то время как зарубежные все же больше внимания дают и заказчикам. Можно отфильтровать проекты в зависимости от того, сколько провел заказчик проектов, ноль, больше одного, больше девяти, какие суммы он провел, с какой стороны заказчик. Эти фильтры помогают вам выходить на того заказчика, с которым вы потенциально захотите работать. Эти фильтры, повторюсь, не предоставлены на русских и украинских платформах, а на зарубежных, к примеру, на Upwork вы можете отфильтровать проекты, там будет даже значок, такой голубой ярлык, plus client проверенный, payment verified, что его способ оплаты проверен, там карточка работает и на ней есть деньги, такие все нюансы, они немаловажны, поэтому если такой функционал у платформы есть, пользуйтесь им. Следующий этап фильтрации, это когда вы уже читаете проект, и вы понимаете, что вы не понимаете проект, вот если вы его прочли и он как-то очень сумбурно написан, не расписан, буквально одно-два предложения, непонятно о чем речь до конца, безалаберно это все оформлено, как правило, с таким заказчиком будет тяжело общаться, потому что он не сможет выразить конкретно свое мнение, что ему нравится, что ему не нравится, что устраивает, что не устраивает. А вы как фрилансер, вы работаете, вам надо конкретика, вам надо предоставить проект, который понравится заказчику, а если этот заказчик и сам не знает, или ленится свое мнение высказать, тогда и вам будет сложно ему угодить, поэтому если вы читаете проект и он плохо расписан, нет конкретной задачи, которую вы понимаете, не надо откликаться, желательно с таким заказчиком не сотрудничать, потому что это будет головная боль. Парочка нюансов, когда вы на страничке заказчика, посмотрите его репутацию и прочтите отзывы, которые о нем оставили предыдущие исполнители. Если есть негативные, посмотрите, о чем они, в чем была проблема, чтобы лучше понимать, готовы ли вы работать с заказчиком. Следующий этап это обсуждение проекта. Вам проект подходит, он подходит вашей квалификации, вашим скиллам, вы отправляете отклик и получаете ответ. Если вы, конечно, правильно отправляете отклик, о чем мы говорим у меня на курсе, это очень важный этап, потому что много желающих, и если вы все сделали правильно, вы начинаете обсуждать проект с заказчиком. И здесь тоже внимательно смотрите, как он ведет с вами общение. Он четко снова-таки расписывает свою задачу, или сам себе противоречит, не договаривает что-то. Вы не хотите работать с человеком, который что-то не договаривает. И если же заказчик четко отвечает на ваши вопросы, тогда, скорее всего, да, вам будет с ним проще работать. Но есть другой этап, который может перечеркнуть все. Это когда заказчик или требует выполнения тестового задания, и не просто какую-то мелочь, какой-то вопрос, ответ на вопрос, а прям задание за бесплатно, или когда он предлагает вам работу начать без какой-либо предоплаты. Вы должны уже ему предоставить какой-то результат, но он за него пока платить не желает. В этом случае это огромный красный флаг, лучше на это не вестись. Снова-таки, когда у вас есть основа, когда у вас уже есть первые заказы, вот заказы, где нет никакой предоплаты, сразу отбрасываем. Потому что, поверьте, заказчики бывают очень недобросовестные, они могут войти на биржу, как я говорила, посмотреть, поперебирать, нескольким фрилансерам отправить там тестовые задания какие-то, общаться сразу с несколькими, и затем просто пропасть, не ответить вам. А продолжать уже работать с каким-то другим фрилансером, а вы тут уже время и силы приложили к выполнению задачи. Поэтому не начинайте работать, пока нет предоплаты, пока или средства не зарезервированы на бирже-платформе, на которой вы работаете, или если у вас контракт, договор, пока заказчик не оплатил депозит, или предоплату не внес по вашему счету, или инвойсу так называемому. Это очень важно. Да, пожалуйста, пожалуйста, не работайте бесплатно. Ждите оплату. Все адекватные заказчики, они понимают, что да, мы должны предоставить депозит хотя бы 25-30%, а частая практика 50%. Если заказчик прошел ваш отбор, у него неплохая репутация на бирже, он уже проводил проекты, он хорошо коммуницирует, тогда вы начинаете работать, и здесь, конечно, бывают неприятные моменты, к примеру, или заказчик пропадает. Вот вы общались с ним, спрашиваете его, а в ответ тишина. Или заказчик по каким-то причинам, ему известным, растягивает процесс, или он там должен согласовать с третьим-десятым человеком в компании, или у него какие-то свои финансовые затруднения, и он не готов оплатить весь проект сразу, особенно если проект крупный. И вместо того, чтобы сказать, что не так, он вроде как растягивает проект, знаете, а давайте на следующей неделе, ну давайте, когда у меня уже будет пример, тогда через две недели спишемся и так далее. Поэтому есть сроки не только для вас, как для фрилансера, но и для заказчика, особенно если эти сроки указаны на бирже, и если эти сроки срываются не вами, а заказчикам, а тогда это его проблема. Всю коммуникацию мы ведем письменно, поэтому в случае проблемы, которые могут возникнуть, мы обращаемся в арбитраж платформы, биржи, и говорим им о том, что мы эту работу выполнили, или мы не можем выполнить, потому что заказчик не отвечает, да, the client is unresponsive. И тогда, даже если вы сорвали сроки, не повлияет этот инцидент на вашу репутацию, а репутация очень важна. Поэтому если вы видите, что срываются сроки не по вашей вине, пишите в службу поддержки, чтобы не снизилась ваша репутация на бирже. Если же вы общаетесь с заказчиком напрямую, работаете и начинаются эти все растягивания, вы можете сказать, что у меня все расписано, и если этот проект не выполняется, как должен был выполнен к такому-то этапу, мы с вами переключаем сейчас сотрудничество, депозит не возвращается, но я и не смогу с вами продолжить, потому что мы срываем договоренности. А как правило, заказчики тогда начинают быстренько находить все примеры и более живенько с вами работать. Поэтому тоже давайте себе сроки и заказчикам, и обе стороны желательно, чтобы их соблюдали. Если заказчик оплачивает депозит, и вроде все замечательно, готовы начать работать, но тут начинаются торги, запрос скидок, как правило, это значит сложный заказчик. И об этой теме я говорила в своем видео, ссылка на него в описании, о том, что делать, если заказчик торгуется, а заказчики любят торговаться. Когда вы выполнили работу, вам важен отзыв заказчика. И здесь внимание, если все было замечательно, вы оставляете положительный отзыв, заказчик оставляет положительный отзыв, все довольны, все, расходимся, и это идеальный сценарий. Но если сотрудничество было, ну вот, таким шершавеньким, да, вроде хорошо, расходимся, но возможно какой-то осадок, вы оставляете отзыв, на ваше усмотрение. Заказчик тоже может оставить не мега положительный отзыв. Если он не оставляет никакого, не надо педалировать, не надо простить его, оставить отзыв, потому что в этой ситуации может возникнуть, что отзыв будет так себе. Поэтому лучше или хороший отзыв, или никакого, чем плохой отзыв. И поэтому мы и выбираем заказчика, чтобы с ними было работать в удовольствии, и чтобы все остались довольны работой, и вы получили хороший отзыв и хороший опыт. Чем больше у вас опыта на биржах фриланса, или у вас очень обширное портфолио, тем больше вы будете сталкиваться с тем, что к вам обращаются заказчики, что они на вас выходят, они вас контактируют первыми. И как правило, у фрилансеров с хорошим портфолио идет поток заказов. Они не сидят, не ждут у моря погоды, они работают. И в этом случае, если вы хотите сразу отсеять каких-то недобросовестных заказчиков, вы можете включить в описании вашего профиля ваши условия. К примеру, не работаю по цене, ниже указанной у меня в прайс-листе, не сотрудничаю с заказчиками, которые только зарегистрировались на платформе, не сотрудничаю без предоплаты, и так далее. Вот какие-то пункты, которые для вас самые важные, и вы не хотите каждый раз их повторять, можно просто перечнем указать. Там, где вы указываете о себе, как о фрилансере, эту информацию включить, чтобы не повторяться, и заранее отсеять заказчиков, которые хотят дешево и вчера. А если у вас еще объемного портфолио нет, или у вас нет вот этого постоянного потока заказов, приглашаю вас на свой курс, где делюсь конкретно, что и как делать, чтобы увеличивать свой доход на фрилансе. С личного опыта, все как есть, вся правда, все трудности преодолеем вместе, поэтому переходите по ссылке в описании. А если вы уже перебираете заказчиками, поздравляю вас, знайте себе цену и хорошей вам работы. Спасибо за просмотр. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Успехов!